Доброе субботнее утро! Доброе утро! Специально для тех, кому не спится в субботу, Вера Красова, Владислав Завьялов, программе «Утро России». Человек-паук спешит на помощь ребёнку, попавшему в беду. И это не сюжет нового блокбастера. Это случай из реальной жизни, который сняли на видео в Китае. Название главного интернет-героя минувшей недели претендует вот этот смельчак. Заметив на козырьке подъезда плачущего ребёнка, он тут же вскарабкался по водосточной трубе, чтобы спасти его. Малыш выпал из окна этажом выше. Хладнокровные быстрые действия, профессиональная альпинистская подготовка помогли вернуть ребёнка целым и невредимым счастливым родителям. Человек-паук вернулся на землю с той же лихой и тем же путём. Хорошо строители закрепили трубу на совесть. Прочтали. А вот влияние упражнений с отягощениями на то, чтобы оставаться всегда молодым, удалось доказать экспериментально американским учёным. Какие именно нагрузки помогут затормозить возрастные изменения, расскажет Сергей Егоров. Чудеса координации пластики на этих кадрах демонстрирует 80-летний мастер тай-чи. Именно в этой традиционной гимнастике в Китае принято видеть секрет восточного долголетия. А вот европейская наука всё больше склоняется к тому, что замедлить бег времени помогают не столько загадочные пассы китайских мастеров, сколько наличие физической нагрузки как таковой. При этом речь вовсе не идёт об интенсивных спортивных тренировках. Даже наоборот, для получения эффекта омоложения вполне достаточно самых лёгких гантелей, которые позволяют выполнять большое количество повторений. У человека есть абсолютные клетки, ткани, которые омолаживаются, то есть полностью замещаются в цикле 4 года. И чем мы старше мы становимся, тем этот период может увеличиваться до 5, 6, а то и 10 лет. То есть мы говорим о том, что старые клетки у нас не успевают замещаться молодыми. И чтобы эта история у нас вернулась в норму, нам обязательно нужно заниматься правильными физическими упражнениями. Длительность повторения этих упражнений должна быть не менее 20 до 30 до 35 раз. При этом важное значение имеет не только количество повторений, но и мышечные группы, которые окажутся под нагрузкой. Так, например, в пожилом возрасте стоит уделить особое внимание мышцам, отвечающим за силу хвата. Почему очень важна сила кисти? Потому что у нас именно в кистях находятся самые тонкие капиллярные сосуды, где артериальная кровь изменяется в венозную. Если здесь у нас недостаточно силы, мышц, которые обслуживают, то эти кровеносные насосы, они не обеспечивают быстрого кровотока. И мы находимся в зоне застоя крови, лимфы и вообще в застое нашего давления. То есть артериальное и венозное давление будет очень серьезно нарушено. Особую пользу принесут и многосуставные упражнения с гантелями, которые задействуют максимальное количество разных мышечных групп. Например, приседания и наклоны в сочетании с тягами и жимами. Подобные движения позволяют улучшить координацию и включить в работу маленькие мышцы-стабилизаторы. С возрастом они теряют функциональность быстрее крупных мышц. У нас нет жесткой рамы грифа. И здесь мы должны чувствовать, как происходит работа каждой руки по отдельности. Это формирует новые нейронно-мышечные связи, которые с возрастом могут ухудшаться, становиться слабее. То есть мы их приводим в тонус. Выполнение подобных упражнений в многоповторном режиме, то есть с весом, который вы можете легко поднять 25 раз, подходит практически для любого возраста. Риск получить травму или заработать переутомление минимален. Манчестерским университетом проводились исследования. Испытуемая группа была в возрасте от 58 до 82 лет. И в процессе тренировок, именно в рамках многоповторного цикла, возвращались, тренируемая группа возвращалась всем показателям силовым, в том числе и показателям выносливости, которые были у них в возрасте 30 лет. Речь, конечно же, не о высоких спортивных показателях. Но согласитесь, иметь в пожилом возрасте давление, как в 30 лет, уже большая победа. Достоверность зарубежных исследований на собственном опыте подтвердила и москвичка Лариса Бочарова. Эти гантели я нашла у себя на даче на антресолях 10 лет назад. Они ровно по килограмму, они лежали, полились на антресолях, но я решила им найти применение. Килограммовые гантели оказались оптимальным отягощением для домашних тренировок. Лариса старалась заниматься по полчаса через день. Чтобы мышцам не удалось быстро привыкнуть к легким гантелям, женщина постоянно меняла и чередовала упражнения. Гантели буквально по килограмму, но на самом деле я им благодарна, потому что в течение 10 лет, я с ними занимаюсь, мне 49 лет, и я не набрала ни одного килограмма. Хотя было бы ошибочно думать, что килограммовые гантели – это удел исключительно пожилых спортсменов. Так, например, легкие снаряды активно применяются в единоборствах. Большие веса, они нас закрепощают. Работая с ними, мы теряем скорость удара. То есть для бокса это будет более эффективнее, нежели мы возьмем гантели больше 4 килограмм и начнем качать плечи. Соответственно, мы потеряем скорость в ударе, и мы можем вообще травмироваться. Некоторые из упражнений, используемые в боевых искусствах, можно делать и дома. Например, так называемый боксерский бег с гантелями на месте. Это движение считается одним из лучших упражнений для мягкого укрепления сердечно-сосудистой системы и повышения выносливости. То есть у нас сейчас будет минута бег с ударами, после 30 секунд отдых. Как это делается? Начинаем бег на месте, руки сгибаем в локте на уровне подбородка, начинаем бежать. И стараемся подловить на шаге удар. На шаге удар. Подловили. И начинаем ускоряться. Подобная тренировка способствует сохранению не только молодости, но и фигуры. Благодаря одновременной работе большого количества мышц, всего 10 минут бега с килограммовыми гантелями сжигают около 300 калорий. То есть количество, достаточное для запуска процесса похудения. Но главное, чтобы тренировке ничего не мешало.